доброго времени суток и зрителям канала злой эколог сегодня у нас снова в гостях сергей альбертович саль сегодня мы поговорим как и обещали в прошлом видео об адронном коллайдере вот у меня взгляд обывателя скажем так на на этот эксперимент да вот я что увидел какие знания почерпнул из той же википедии что на постройку адронного коллайдера ушло там около 6 миллиардов долларов то есть не сказать чтобы очень такая крупная какая-то сумма для того чтобы открыть какие-то новые законы физические получить какие-то данные то есть вполне оправдана на мой взгляд но вот вопрос такой и стоит ли игра свеч и теле цели о которых заявляется научным сообществом преследуют строители разработчики и кто там сейчас занимается с этим адронным коллайдером вы знаете гораздо больше прошу вас поделиться своим мнением с аудиторией вот действительно недоумение вызывает тот вопрос что несмотря на то что сумма кажется на первый взгляд не очень большая ну где-то от 6 до 10 миллиардов долларов в общей сложности вложено но на самом деле вот такие дорогостоящие проекта как управляемый термоядерный синтез и подобные проекты уже давно канули в лет то есть их практически прекратили финансировать и у нас в россии а до этого в советском союзе время не физиков и лириков давно прошло вот когда действительно вливались огромные деньги физические почему так произошло потому что не оправдали себя этим эти проекты скажем программа управляемого термоядерного синтеза себя совершенно не оправдала то есть когда 20-30 лет назад я помню были надежда на управляемый термоядерный синтез я говорю что его никогда не будет потому что я понимал физику процессов о чем сейчас говорю так его и не стало сейчас никаких надежно управляемый термоядерный синтез в ближайшие годы практически нет то есть на самом деле физики высоких энергий и даже в теории ускорителей положение совершенно неудовлетворительное физики и не понимают многих вещей или обо многом молчат я вот сейчас скажу такие вещи о которых мало кто знает до сих пор не решены проблемы о создании ускорителей скажем я в свое время работал с маленьким настольным синкротороном диаметром всего один метр он использовался для диагностики плазмы как источник синкроторонов излучения наклад мощность его излучения совершенно не соответствовать теории современный теории предполагается что мощность синкроторного излучения не пропорционально квадрату центра стремительного ускорения но извините у нас есть ускорители диаметром 10 и 20 километров там какой-то там может быть, центростремительное ускорение. Значит, это ускорение совершенно не влияет на излучение. То есть излучение имеет совершенно другую природу. Я об этом специально в свое время говорил, сейчас говорить не буду, с чем это связано. То есть физики этого совершенно не понимают. Другое, они не понимают, что за сила удерживает электроны или протоны в ускорителях, в сгустках. Это совершенно необъяснимо с точки зрения современной физики. Все это давно объяснено, но современные физики об этом даже и знать не хотят. Теперь проблема управляемого термоядерного синтеза и вообще проблема реакции синтеза. Я начал работать в начале 80-х годов в Государственном оптическом институте и застал там сотрудников, которые работали на полигоне Капустин-Яр и затем в Палатинском полигоне. Они измеряли световое излучение, ну причем в разных диапазонах, от ядерного взрыва. И они мне говорили, что вот непонятная ситуация. Энергия вспышки соответствует гораздо большим энергиям атомной бомбы, чем заявлялась. Я стал этот вопрос изучать и оказалось, что чем больше была энергия ядерной бомбы, сначала у американцев, потом у нас, тем больше энерговыделение превышало расчетное. В конце концов, когда достигли мощности в мегатонны, это энерговыделение превысило расчетное уже в сотни и тысячи раз. То есть я прошу прощения, я все-таки как обыватель смотрю, и вот из того, что вы говорите сейчас, я правильно понимаю, что по всем расчетам, которые понятиями и цифрами, которыми оперирует современная физика, мощность излучения от ядерного взрыва должна быть гораздо меньше, когда на практике показывают, что излучение гораздо больше, и не все спектры этого излучения понятны для физиков, что на самом деле происходит. Правильно? Совершенно правильно. Причем не только по мощности оптического излучения, там в ультрафиолетовом или видимом диапазонах, но и в рентгеновском диапазоне. И самое важное в радиодиапазоне, то есть мощность СВЧ излучения, вот та поражающая сила, которая обладает ядерный взрыв по поражению радиоэлектроники, она тоже на порядке превышает расчетное. И то же самое по ударной волне. И о чем это говорит? Это говорит о том, что физики до сих пор не понимают, что происходит в атомной волне. А когда в 61-м году на новой земле взорвали так называемую кузькину мать, бомбу расчетной мощностью в 50 мегатонн, на самом деле это было не термоядерное устройство, это была атомная бомба с очень массивной урановой оболочкой. Так вот там энерговыделение превысило расчетное примерно на 5 порядков. То есть взрыв производился на высоте 5 километров, затем огненный шар поднялся в стратосферу и горел там примерно 3 часа. Вот только по количеству испаренного льда мощность атомной бомбы превышала расчет примерно на 2 порядка. Значит, все это засекретили. И после этого подписали соглашение о невозможности испытания ядерного оружия в атмосфере, под водой и стали испытывать только под землей ядерное оружие. Ну и, разумеется, в космосе потом. Что еще не понятно? Американцы пытались прояснить, что происходит при так называемом термоядерном взрыве и существует ли он вообще. Или это взрыв обычной атомной бомбы, которая почему-то имеет гораздо большее выделение, энерговыделение, чем расчет. Так вот, они пытались поймать, есть ли выделение гелия при взрыве доэтериэтрити. И ни в одном эксперименте, они делали самолетные измерения, они не зафиксировали выхода гелия. Я дальше этот вопрос подымал несколько лет и пришел к выводу, что термоядерного оружия вообще не существует. Существует только ядерное оружие, причем энерговыделение при ядерных взрывах превышает расчетное при высотных ядерных взрывах большой мощности на порядке. Вот когда развивалось ядерное оружие, стал подниматься вопрос о управляемых термоядерных реакциях. Я помню, у нас в лаборатории физики плазмы была настольная книжка такая Арцимовича «Управляемые термоядерные реакции». И все надеялись, вот в то время, еще в начале 80-х годов, что вот-вот термоядерный синтез заработает. Но я уже тогда понял, что он невозможен. И об этом же, кстати, был в то время, через год, в 62-м году, снят фильм «Девять дней одного года». Знаменитый фильм про ученых-ядерщиков. Ну и там показано было, что вот ученые очень надеялись получить термоядерные нейтроны, а получили нейтроны совершенно другого происхождения. То есть никакого ядерного синтеза они не получили. Вот я этим вопросом занимался много лет и пришел к выводу, что управляемый термоядерный синтез невозможен, так же, как невозможна водородная бомба. А почему? Дело в том, что физики поверили в универсальных специальной теории относительности. И стали считать, что если частицы, скажем, дейтерия и трития разогнать до большой скорости и столкнуть, то реакция синтеза пойдет. Но они не учли эффект гистеразиса массы, о котором писал в свое время Хевисайд, основатель современной электродинамики. Дело в том, что если частица очень быстро замедляется, то электромагнитное поле, так называемая уплотненная электромагнитная шуба, остается с этой частицы. Поэтому, чтобы шла реакция синтеза, надо преодолеть не только кулоновский барьер, а энергию электромагнитного поля, которое сохранилось в этой частице. Вот за счет этого запаздывания, которое в теории относительности не учитывается. Поэтому ускорять частицы до большой скорости, чтобы вызвать реакцию синтеза, совершенно бесполезно. То есть, коротко, если в резюме, то, что делают в ЦЕРНе, это бессмыслица. То есть, то, что заявляется... Дело в том, что они не понимают, что делают, потому что они совершенно не учитывают эффект гистеразиса массы. Что масса при замедлении частицы остается с ней. Она не подстраивается под скорость. Вы сами понимаете, что электромагнитное поле распространяется со скоростью света. Поэтому мгновенно изъять это поле от частицы невозможно. А сейчас считается, что вот частица тормозится, и ее масса устанавливается в соответствии со скоростью. Но она гораздо больше при торможении. Так вот, что происходило дальше. Дальше была программа лазерного термоядерного синтеза. И опять получили гораздо больше энерговыделения, чем рассчитывалось. Но никакой реакции синтеза не было. Все это до сих пор необъяснимо. То есть, что получается? Если создается плазма с очень высокой температурой, то за счет эффекта гистеразиса массы происходит ее саморазогрев. Выделяется дополнительная энергия. Что вот и имело место при высотных ядерных взрывах. И особенно при взрыве так называемой Кузькиной матери. Это вот, которая 3 часа горела, как раз это выделялось в этой энергии. Да, да. То же самое происходит и с Солнцем. Существует проблема солнечных нейтрино. Дело в том, что энергия Солнца также совершенно не связана с термоядерным синтезом. Основной эффект – это выделение при ускорении и замедлении электронов. Это вот то, что я назвал гистеразисом массы. И энергия берется за счет эффекта Ранха-Хирша, о чем я говорил в нашем прошлом разговоре. То есть, энерговыделение всегда одно и то же. Энерговыделение берется из мировой среды, то есть из эфира. То же, по всей видимости, происходит при взрыве сверхновых и других астрофизических явлениях, где наблюдаются гигантские энерговыделения, которые невозможно объяснить. Вот что касается ускорителей, то в ускорителях, скажем, в Теллотроне было обнаружено рождение меонных струй при столкновении частиц. Так что это такое? Вот все эти новые частицы – это не осколки отделения ядер, ну, клонов. Это гистеразисное состояние тех же самых частиц. А этих состояний очень много. То есть, у частиц как бы законсервируется их масса, то есть вихревые кольца, которые на них одеты, законсервируются, и потом они разваливаются в течение какого-то времени. То есть, это вот такие нестабильные частицы, которые являются всего лишь нестабильными состояниями обычных частиц. Это вовсе не какие-то новые частицы. То есть, в физике элементарных частиц высоких энергий возникла, на самом деле, марзоматическая ситуация из-за абсолюзизации специальной теории относительности. В этим пришлось вводить такие понятия, как аромат, цвет, очарование. Вели понятие парков, публионов, то есть умозрительных частиц, которые никто никогда не обнаруживал. А теперь они уже говорят, вот в этом испытаниях на Адронном коллайдере, что они обнаружили пятый вид взаимодействия. Хотя они не разобрались с обычным электромагнитом. Но вопрос в том, интересует ли физиков научная истина. Я думаю, тех людей, которые работают, действительно интересует. А вот что касается руководителей всех этих проектов, я скажу так, что научная истина у них стоит где-то на десятом месте. У них совершенно другие цели. Ведь кто стоял за созданием современной физики высоких энергий, ядерной физики, это такие люди, как создатели теории относительности, то есть Макс Варбург, Планк, Линдеман, Бор, Оппенгеймер, Сиборг, Теллерсон стоял за созданием ядерной бомбы, Эйнштейн, все эти люди были не просто высокопоставленные масоны, они были практиками-оккультистами. Я это могу подтвердить словами Бертрана Рассела. Можете почитать его книжки, а он был наставником Эйнштейна в этом деле. Он писал книги по оккультизму. Главная цель у этих людей вовсе не физика и не поиск истины, а это построение нового мирового порядка, то есть своей абсолютной власти с радикальным сокращением населения. Кстати, вот Бертон Рассел говорил, что за счет применения ядерного оружия Америкой и Англией надо серьезно сократить население. А Советский Союз, по идее Эйнштейна и Рассела, должен был передать контроль над ядерным оружием Америке. Вот такая история с этим. Ну, а Эйнштейн волновал при этом вопрос о том, как сохранить научную элиту вот при таком ядерном ударе. Тогда автоматически вопрос возникает. Для каких целей на самом деле служит этот адронный коллайдер? Если мы берем в внимание оккультизм всех создателей, скажем так, современной физики, которые как раз и участвуют в этом эксперименте, какие, на ваш взгляд, есть ли у вас какие-то сведения, для чего реально используется этот адронный коллайдер? Какие цели? Вот появляется видео, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь, где якобы снимают небо над тем местом, где он проходит этот адронный коллайдер, и там какие-то странные процессы идут, то есть как из фантастического фильма. Реально происходят там какие-то магические, сверхъестественные события? Да, то, что происходит в небе, я считаю, это результатом применения геофизического оружия. Вот такого, как Харп, такие штуки загорались не только в небе над Швейцарией, но и над Москвой, и над другими регионами. Это давно известно. Так вот, был такой теоретик новой науки, известный философ Бертон Рассел, в учетку Эйнштейна. Он говорил, что задача науки это установить, во сколько обойдется в расчете на одну голову убедить людей, что снег черный, а насколько дешевле их убедить в том, что он темно-серый. Поэтому он говорил, что народу никогда не дадут знать, как возникают его убеждения. И вот когда эта техника зомбирования достигнет совершенства, не потребуется ни армия, ни полиция. Вот главная идея построения нового мирового порядка. Поэтому то, что творится в коллайдере, сама физика стоит где-то там на десятом месте. Здесь решаются совершенно другие цели. Значит, я об этом узнал давно. И вот событием на коллайдере в двенадцатом году, когда открыли так называемую частицу Бога, предшествовала так называемая комета Еленина. В одиннадцатом году. Так вот, что тогда происходило? Вся научная элита прекратила все научные эксперименты на коллайдере и других ускорителях. Считалось, что эта комета Еленина подлетит на кратчайшее расстояние к Земле в сентябре одиннадцатого года. Так вот, представляете, вся политическая и научная жизнь замерла. Хотя все ученые астрописики говорили, что это практически рядовая комета, которая не несет абсолютно никакой опасности. При подлете к Солнцу она просто развалится, что и произошло еще летом. Но поскольку вся вот эта элита, она помешана на всяких пророчествах, а было пророчество индейцев Хоппи о катастрофе, то они поверили, что эта комета принесет смерть. И поэтому вся мировая элита попряталась в разных бункерах. Там американская элита попряталась в аэропорту Денвер. А наша элита, кстати, поехала в бункер Емонтау. Об этом все написали газеты. Более того, в сентябре у нас даже закрылась Дума, представляете? Дума закрылась на отпуск. Там заседали только какие-то коммунистические фракции. Все остальные уехали. Вот представляете, в каком маразме мы живем. Это получается у элиты здравый смысл отсутствует на печь. Здравого смысла нет. Да, я говорю, они верят не ученым, они верят пророчествам. Так вот, в этом 11-м году еще происходили страшные вещи, странные вещи. Вот, на коллайдере были открыты так называемые сверхсветовые нейтрины в 11-м году. А в 12-м году эта элита решила, что эти данные оглашать не дано, и руководителя проекта Эридата заставили уволиться. А 4-го июля 12-го года, это день независимости Соединенных Штатов, это оккультный праздник, день Тиштара, когда Солнце находится в 13-м градусе созвездия Рака, представляете, масонский праздник, было объявлено об открытии частицы Бога, так называемого Бозона Хитса. Ну, какой Бог у них мы знаем, это архитектор Вселенной или Люцифер. Так вот, что же такое на самом деле Центр? Ну, вот исходя из того, что я знаю, можно сказать, что на самом деле это не только научный центр, это оккультный подземный храм, убежище, такое же, как аэропорт Денвер или как Сен-Гатарский тоннель, где, как известно, элита производила оккультный ритуал. Также и здесь давно уже говорили, что в помещениях Церна происходят оккультные ритуалы, причем даже жертвоприношениями. А если вспомнить такое произведение Дэна Брауна, как «Ангелы и демоны», то это все подтверждает, что это действительно оккультный центр. Ну, кроме того, эмблема Церна это три шестерки. Само название Церн происходит от латинского слова, которое означает «рогатый бог». Там же статуя Шивы у Центра, у Церна, понимаете. И еще такая была интересная история, где-то в конце 90-х годов одно наше научно-производственное объединение, которое выпускало сапфировые обтекатели для баллистических ракет. Ну, вы представляете, почему там применяется сапфир? Потому что он должен быть програничен в инфракрасной области спектра и должен не разрушаться под действием тепловых перегрузок. Так вот, это научно-производственное объединение попало в сложную ситуацию. Его могли обанкротить. Заказы со стороны Министерства обороны перестали идти и тут пошел заказ из Центра, из Церна на большую партию сапфировых пирамид и фаллосов, которые были поставлены в Церн и за счет этого это объединение сохранилось на плаву и до сих пор работает. Представляете? Я тут слышал про эту историю может быть от вас это давно уже было, да? Ну и работал в этом научно-производственном объединении. Вот Церн спас по сути дела это объединение в 90-е годы. Что касается наших ускорителей то тоже в 90-е годы у меня знакомые ездили смотрели что происходит на большом ускорителе Протвена там протяженность орбиты примерно 21 километр меньше чем в Церне но тоже гигантский протонный циклотрон так вот этот циклотрон остался недостроенным гигантские деньги туда были вложены он располагается в среднем на глубине примерно 60 метров вот бак находится на глубине примерно 100 метров ну а там от 60 там 40 там зависит еще от рельефа местности так вот когда они посмотрели что там происходит они сказали так там же номера типа гостиничных представляете то есть Академия наук для своей элиты там стала строить убежище что там сейчас происходит я не знаю потому что все там заморожено там все время откачивают воду что там сейчас происходит непонятно так вот выходит что такое большой адронный каландер это подземное оккультное убежище оккультный храм одновременно то есть физика это в основном прикрытие но не только потому что физики там реализуют бредовые идеи оккультистов такие как наладить связь с преисподней там уйти в другое измерение повлиять на солнце или на гипотетический кристалл хронос который где-то в глубинах земли находится или повлиять на погоду или на активность солнца ну в общем другие измышления то есть каких только идей не предлагалось с научной точки зрения вот вся работа этих ускорителей основывается на ошибочных представлениях значит при столкновении ионов с большой энергией там они ион и свинца сталкивают якобы должна образовываться кварк углеонная плазма ну никаких кварков углеонов нет там возникают не новые частицы а гистерезинное состояние обычных элементарных частиц а этих гистерезинных состояний огромное количество тысячи что я могу сказать что большой опасности большой адронный коллайдер не представляет не будет там никакого взрыва ни взрыва черной дыры никаких других каких-то огромных энерговыделений разумеется не будет но опасность все-таки этот институт несет потому что руководят этим институтом люди мягко говоря одержимые бесами то есть оккультисты каббалисты и они могут сделать провокацию например взорвать ядерную бомбу и выдать это за какой-то эффект в этом коллайдере ну недаром в фильме ангелы и демоны ну и в соответствующей книге Дэна Брауна говорилось и снималось про взрыв антивищества значит ну это все фантазии которые никакого отношения к реальности не имеют еще раз все это мне представляется сумасшествием смотрите это получается так что эти люди сатанисты реально по натуре своей прикрываясь богом или частицей бога да то есть самое главное это вот найти частицу бога как бы и весь мир смотрит о вот они там к богу хотят приблизиться а на самом деле они приближаются к своему богу то есть к сатане прикрываясь богом на самом деле творят дела небогоугодные грубо говоря и вот строят себе таким образом убежище они по всему миру ну рассчитывая наверное там еще в этом коллайдере там какую-то энергию получать я так понимаю чтобы нужно было там прожить в случае какой-то глобальной катастрофы на земле они там собираются жить годами и проводить свой охотный ритуал ну это на крайний случай а так понимаете все это сумасшествие при этом физики я думаю абсолютное большинство физиков не понимает во что они ввязались то есть занимаются химерами занимаются химерами понятно очень интересно Сергей Альбертович я конечно много читал про когда были сообщения о жертвоприношениях у ЦРНа люди сначала не верили но потом появились видеосъемки ну а руководство центра сказало что это просто спектакль это шутка значит не верьте ничему но вот исходя из того что мы имеем все эти сведения говорят о том что это именно оккультный центр оккультный подземный храм все ясно тогда на этом я думаю закончим это видео и я предлагаю следующее видео записать нам следующую встречу это организовать ответы на вопросы потому что много людей задают вопросы я подготовлю самые интересные на мой взгляд и может быть так же мы с вами еще одну встречу проведем и ответим на вопросы которые уже задают непосредственно зрители как вы смотрите конечно это было бы хорошо попробовать ответить на вопросы все тогда на этом закончим спасибо большое Сергей Альбертович а зрителям канал злой эколог спасибо за просмотр и подписывайтесь если вы еще не подписаны вот Сергей Альбертович я думаю мы еще много интересного материала до вас сможем донести через ютуб канал за внимание до свидания до свидания